Никогда, вы слышите? Никогда не грызите шариковые ручки. Из-за этого в год погибает около ста человек. С вами профессор Гуглов. Мы начинаем. Поехали! Все люди разные, и у каждого есть свой характер. Ведь если бы все были одинаковыми, мир был бы скучным. Но вы когда-нибудь задумывались, какой у вас тип характера? Согласно статистике, большинство людей экстраверты. Они открыты миру. В свою очередь, интроверты составляют другую, меньшую группу. Принято считать, что они легко сосредотачиваются на мелочах, поэтому они без труда смогут пройти наш тест. А еще есть амбиверты. Они находятся посередине между экстравертами и интровертами, и имеют особенности обоих этих типов характера. Но кому принадлежите вы? Пришло время узнать о себе что-то новое. Просто взгляните на следующие картинки и постарайтесь найти спрятанные на них предметы. Начнем с этой картинки. На ней изображено много медуз, морских коньков и ракушек. Ваше задание очень простое. Вам нужно найти круассан. Даю вам на это 15 секунд. И не забудьте, вы всегда можете поставить видео на паузу, если вам понадобится больше времени. Время пошло! Все, вы нашли круассан? Вот же он, справа на картинке между этой большой ракушкой и медузой. Это было легко, но не расслабляйтесь, впереди вас ждут более трудные задания. На этой картинке еще больше медуз. Среди них спрятался воздушный шар. Найдите его. Вот он, в третьем ряду между красной и синей медузой. Теперь посмотрите на этих разноцветных птиц. Между ними находится улитка. Попробуйте ее найти. У вас есть 15 секунд. Вот она, во втором ряду между этими синими птичками. Ну как, смогли ее найти? Молодцы, если да. Но не расслабляйтесь, вас ждет впереди самое сложное. Да, с каждой картинкой задания становятся сложнее и сложнее. Но ведь вам никто не обещал, что будет легко, верно? А здесь вы видите кучу разных мечей. Между ними спряталась пуговица. Сможете ее найти? Сейчас мы это узнаем. Время пошло. Ну как, нашли ее? Вот же она, в четвертом ряду. Вторая справа. Идем дальше. А теперь у нас картинка с кучей павлинов и других птиц. Сейчас вам нужно будет найти бабочку. Давайте посмотрим, удастся это вам или нет. Начали. Да, это было непросто. Нашли бабочку? Вот она, возле этого павлина с синим хвостом. А на этой картинке мы видим много еды. Среди этих вкусностей есть чашка кофе. Попробуйте ее найти, а? Время пошло. А вот и чашка кофе. А на этой картинке нарисовано множество разных листьев, между которыми скрывается черепаха. Вам нужно ее найти, да. Даю вам на это 15 секунд. Ну как, нашли ее? Так вот же она, рядом с этими желтыми и зелеными листьями. А теперь приготовьтесь к самому сложному заданию. Вот картинка, на которой мы видим очень много рыб. Вам нужно будет найти здесь конфету. Будьте очень внимательны. У вас, как всегда, 15 секунд. Да, это было непросто. Вот эта конфетка, рядом с двумя синими и одной желтой рыбами. На этом тест закончился. Он понравился вам? Поставьте лайк, если да. А теперь пришло время узнать, какой у вас тип характера. Вы, наверное, думаете, как эти картинки с этим связаны. Все очень просто. Если вы легко нашли требуемые изображения, то вас можно назвать интровертом. Вы любите наблюдать и умеете замечать мельчайшие детали. Вы больше любите быть в одиночестве, чем находиться в шумной компании. И общение с другими вас немного утомляет. Вместо того, чтобы пойти на вечеринку, вы предпочитаете остаться дома и почитать книгу или посмотреть последнюю серию вашего любимого сериала. Вы любите придумывать что-то новое. Вам нужно время, чтобы подружиться с человеком. Ведь сначала вам нужно хорошенько его узнать. У вас мало друзей, но зато на каждого из них вы можете положиться. Вы творческая личность. Вы выражаете себя через поэзию, рисование, музыку, актерство и так далее. Вы не любите сильно показывать свои эмоции и многое держите в себе. А еще вы отличный друг и очень талантливый человек. Если вам быстро надоедает и разглядывать детали, тогда вы, скорее всего, экстраверт. В отличие от предыдущего типа характера, вы активный и эмоциональный человек. Вы обожаете вечеринки. А если вы много часов провели в общении с другими людьми, вы чувствуете себя не уставшим, а наоборот полным сил. Вы любите общаться с другими и знаете, как привлечь к себе внимание. У вас много друзей и еще больше знакомых. Вы обожаете знакомиться с людьми. Вы открыты для всего и в большинстве ситуаций реагируете эмоционально. Вам трудно оставаться на одном месте, и вы хотите попробовать все, что вам интересно. Для вас самый лучший отдых – это быть с другими людьми. Вы остроумные, но вам быстро все надоедает, и вы часто бросаете начатое дело. Вы приятный человек, и с вами интересно общаться. Но если вы прошли этот тест трудом, то вы амбиверт. Вы, наверное, нашли у себя многие черты, присущие как экстравертам, так и интровертам. Все потому, что вы находитесь посередине между ними. У вас много талантов, вы легко привыкаете к новой обстановке и с легкостью находите язык с другими. Вы уверены в себе. В одни выходные вы можете отрываться на вечеринке, а в следующие выходные остаться дома и смотреть телевизор. У вас хорошая интуиция, кстати, да. Вы прирожденный лидер, который собирает вокруг себя лучших из лучших. Вы совмещаете в себе черты разных типов характера, и поэтому вы являетесь очень разносторонней личностью. А какой у вас тип характера? Соответствует ли вам это описание? Напишите ваши ответы в комментариях под видео. И да, не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео со своими друзьями. На этом все. С вами был кто? Профессор Гуглов, правильно. Подписывайся на канал, если ты еще не подписан. Нажимай при этом на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного интересного моего видео. Также смотри другие видосы на моем канале. И увидимся уже завтра. Пока.